Сверток врага же, сброшенный тремя людьми с моста в полынью, был телом убитого Распутина. Чтобы умертвить этого, непочеловечески живучего и сильного мужика, пришлось напоить его вином, к которому был подмешан целистый калий, затем выстрелить ему в грудь, в спину и в затылок и, наконец, раздробить голову кастетом. И все же, когда его тело было найдено и вытащено из полыньи, врач установил, что Распутин перестал дышать только уже подо льдом. Это убийство было словно разрешением для всего того, что началось спустя два месяца. Распутин не раз говорил, что с его смертью рухнет трон и погибнет династия Романовых. Очевидно, в этом диком и яростном человеке было то смутное предчувствие беды, какое бывает у собак перед смертью в доме, и он умер с ужасным трудом. Последний защитник трона Муджик, Конократ, иступленный изувер. С его смертью во дворце наступило зловещее уныние, а по всей земле ликование. Люди поздравляли друг друга. Николай Иванович писал Кате из Минска. В ночь получения известий офицеры штаба главнокомандующего потребовали в общежитии. Восемь дюжин шампанского. Солдаты по всему фронту кричат «Ура!». Через несколько дней в России забыли об этом убийстве, но не забыли во дворце. Там верили пророчеству и с мрачным отчаянием готовились к революции. Тайна Петроград был разбит на секторы. У великого князя Сергея Михайловича были затребованы пулеметы. Когда же он в пулеметах отказал, то их выписали из Архангельска и в количестве 420 штук разместили на чердаках, на скрещениях улиц. Было усилено давление на печать. Газеты выходили с белыми столбцами. Императрица писала мужу отчаянные письма, стараясь пробудить в нем волю и твердость духа. Но царь, как зачарованный, сидел в Могилеве. Среди верных в этом у него не было сомнения. Десяти миллионов штыков, бабьевунты и вопли в петроградских очередях казались ему менее страшными, чем армии трех империй, давившие на русский фронт. В это же время тайно от государя в Могилеве начальник штаба верховного главнокомандующего генерал Алексеев готовил план ареста царицы и уничтожения немецкой партии. В январе предупреждение весенней кампании было подписано наступление на Северном фронте. Бой начался под Ригой, студеной ночью. Вместе с открытием артиллерийского огня поднялась снежная буря. Солдаты двигались в глубоком снегу. Среди воя метели, пламени ураганом рвущихся снарядов. Десятки аэропланов, вылетевших в бой на подмогу наступавшим частям, ветром прибивало к земле, и они во мгле снежной бури косили из пулеметов врагов из своих. В последний раз Россия пыталась разорвать сдавившее ее железное кольцо. В последний раз русские мужики, одетые в белые саваны, гонимые полярной вьюгой, дрались за империю, охватившую шестую часть света, за самодержавие, некогда построившее землю и грозное миру, и ныне ставшее лишь слишком долго затянувшимся пережитком, исторической нелепостью, смертельной болезнью всей страны. Десять дней длился свирепый бой. Тысячи жизней легли под сугробами. Наступление было остановлено и замерло. Фронт снова застыл в снегах.